Здравствуйте! Мы продолжаем наши беседы о русской культуре и снова встреча с судьбой художника-романтика, о котором, кажется, знают все, но если разобраться, о нем мало что знают. Это Карл Павлович Брилов. Вера Всеволодовна Донец, сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи, автор книг и статей по истории русского искусства. Великий Карл, как говорили о нем современники, рассказывали, что Пушкин стоял перед ним на коленях. И совершенно переворачивающая душу история, и, скорее всего, это именно так и было. Встретились где-то на балу, на светском вечере. Брилов уже вернулся из Италии овеянной славой, уже как автор прогремевшей своей великой картины, о которой мы будем сегодня говорить. Конечно, все внимание к Брилову, а он великолепный рисовальщик. И он рисует не просто великое, он рисует все, что угодно. Он может все. И он бесподобно смешные карикатурки рисовал на гостей вечера. И одна карикатура настолько понравилась Пушкину, что он чуть не со слезами уговаривал Брилова. «Подари, подари мне!» Даже на колени вставал. А Брилов уперся. «Нет же, я же должна это отдать тому, кого я нарисовал». И рассказывать, что пообещал Пушкину. Вот в следующий раз обязательно рисунок любой, какой угодно, какой вам понравится, будет ваш. А следующего раза не было. Пушкин погиб на дуэли. Мы даже не знаем, что переживал по этому поводу Брилов. Но то, что он понимал, кто такой Пушкин, и все современники понимали, в какую эпоху они живут, это факт. А эпоха была золотым веком. Золотым веком поэзии и живописи. И они были равными. И они родились в один год. 1799. И вот эти два современника, два гения, они судьбы-то в каком-то смысле имели схожие. Всем казалось, что им очень легко жить. Они такие баловни судьбы. И у них творчество такое, искусство их, солнечное, легкое, светлое, радостное. А все было не так. И у каждого из них были свои терзания и свой тяжелый крест. Только знали об этом немногие. А то, что Карл Брюллов, человек, отмеченный особой судьбой, мы можем увидеть еще по истории его детства. Он был третьим сыном в семье, где мать очень рано умерла. Он практически не знал о своей матери. А отец был преподавателем Академии художеств. Французом по происхождению Паоло Брюлло. И вот этот профессор Брюлло, который преподавал художественную резьбу по дереву, то есть прежде всего это были рамы для картин, обладал рукой твердой и характером не менее твердым. И трех мальчишек, сыновей он воспитывал вот этой вот строгой учительской рукой. Только надо заметить, что Карл, младший, очень тяжело болел. До восьми лет он даже редко вставал с постели. Научил его рисовать отец так же, как и старших братьев, без всяких поблажек. То есть мальчик рисовал лёжа. И на небольшой доске, которую он держал в руках, нужно было изобразить, ну, предположим, 200 лошадок, так, чтобы ни одна не была хромая или кривобокая. Таким образом отец прививал точность глаза, твёрдость руки и ощущение композиции. И вот если какой-то рисунок был выполнен не так, как хотелось отцу, он мог мальчика больного, лежащего в постели, лишить еды или дать ему пощёчину. И однажды дал ему такую пощёчину за плохо выполненный урок, что разбил он мальчику барабанную перепонку в левом ухе. И Брилов на левое ухо оглох и был глухим всю жизнь. Только всегда повторял, что он очень благодарен отцу. Если бы не отцовские уроки, говорил он, я бы никогда не стал великим художником. Когда он, немного окрепнув, 10-летним мальчиком поступает в Академию художеств, учителя просто-напросто разводят руками и говорят ему, мы не знаем, чему тебя учить, ты гений. И это без всякой иронии. И удивительно то, что мальчик, столь тяжёлый уже в начале прошедший дорогу, он ведь действительно был каким-то царственно лёгким человеком. Очень жалостливым, душевно щедрым. Его любили собратья, соученики по Академии, хотя часто вот таких вот вроде как выскочек не любят. А его любили. И даже, как рассказывают, спорили за право пронести его на плечах, ну как на лошадке, на второй этаж, в столовую. Это не потому, что Брилов плохо ходил, а просто приятно было ощущать себя в такой близости к гению. Вот этот гений учился так, что его руку, его рисунки, даже какие-то штрихи бриловской руки юной учителя узнавали сразу. Есть совершенно чудесные истории, повествующие о том, что по ночам мальчишки приставали к Брилову с рисунками, которые просили поправить на утро к уроку. Брилов нехотя соглашался, требовал плату за рисунки, потому что, конечно, не спать ночами ему совершенно не хотелось. Но плата-то уж такая специфическая. Ведь у него не было матери и не было ощущения дома. Он уже взрослым человеком как-то раз горько признался за всю жизнь. Отец поцеловал меня только один раз, когда отправлял за границу. И вот к остальным мальчишкам ходили родители и приносили всякие вкусности из дома. А к нему нет, вкусностей не было. И он за рисунки, за поправку рисунков, просил вот эти вот сласти, булочки, пирожки из дома. И ему платили, давали. Правда, он мог быстро съесть булочку, потом застонать, схватиться за голову, сказать, что ему очень-очень плохо, он умирает, и падать на кровать. И тогда предусмотрительные товарищи стали лакомство придерживать за спиной. И сначала давали ему выполнить рисунок, а потом уже отдавали пирожок. Это все показывает нам Бурилову как человека и артистичного, и ленивого, и хитрого, и доброго, и наивного, и беспечного. Он был очень живым, он был разным. И он совсем не был баловнем судьбы. И когда он закончил Академию художеств с пригоршнями золотых медалей, как рассказывали, он все-таки не чувствовал себя абсолютно счастливым. Гнет Академии, гнет для него, наверное, не сильный и не страшный, он все-таки был гнетом. Это все-таки нужно было действовать по правилам, писать то, что приказывали, а он так не хотел. Ведь он был романтиком, а романтиком нужна свобода. И поэтому, как только он приехал в Италию и обрел возможность писать то, что ему хочется, он даже как-то подчеркнуто стал писать то, что в Академии явно не понравилось бы. Знаменитый многими любимый итальянский полдень, пышущая здоровьем женщина-итальянка, с блаженной улыбкой, сияющими глазами, она обращена к налитой солнцем в гроздь винограда. Она сама как будто напоена вот этими горячими земными соками. Великолепная картина, такая миниатюра, зарисовка впечатления от Италии. И он посылает ее в Академию, потому что должен по правилам отчитываться своими работами. И что же ему из Академии отвечают? «Картина ваша скорее приятных, чем правильных пропорций. Следовало бы вам помнить, что прививалось вам в Академии». И вот в этом церемонном официальном ответе сразу все. Что старикам-профессорам, конечно, приятно было смотреть на такую итальянку, но совершенно неправильно и некстати писать таких героев картин, тяжеловесных, телесных, совершенно скульптурно неизящных, красивых, трепещущей, но земной красотой. Но что уже было делать? Брилов пошел по своему пути, и его с этого пути никоим образом уже нельзя было согнать. Он поехал на раскопки древнеримского города Помпеи. Тогда они только-только начались. Под многометровым слоем песка, земли, камней, пепла покоился город, как будто только что оставленный жителями. Часть раскопанных кварталов Помпеи, которая погибла в первом веке нашей эры от гибельного извержения вулкана Везувий, уже была открыта для посещения. И молодой художник Брилов, потрясенный, ходил по пустынным улицам, где каждый дом как будто приглашал в гости. И почти сразу после этого посещения Помпеи он начал набрасывать композицию будущей картины. Он хотел показать гибель Помпеи, он хотел показать эту страшную катастрофу, природную, человеческую, но еще не знал как. И что-то его не устраивало. Он видел просто толпу на улице, беспорядочно бегущую от зарева вулкана, и ему это не нравилось. Это была суматоха, это был человеческий хаос, это было не то, что ему нужно. И вдруг его озарило. Он понял, о чем будет эта картина и как он ее будет писать. Он понял, что люди не просто должны бежать и спасаться от стихии, они должны спасать друг друга. И все, что мы увидим в прославленном полотне Карла Брилова «Последний день Помпеи», это будет целый ряд примеров человеческой доброты, самоотверженности и благородства, человеческой красоты. Потому что он писал действительно красивых людей, красивых не той дежурной скульптурной красотой, которую прививали в Академии, а красивых потому, что они идеал, они ярчайший пример для нас, для всех. Поэтому мы можем понять, мы можем принять то, что в этой картине-катастрофе нет искаженных лиц, нет помятой, перепачканной, рваной одежды, нет крови, ничего нет уродующего, ну так реалистически уродующего эту сцену. Но есть главное. Главное, отчего темпераментные итальянцы, увидев написанное полотно, а работал он в Риме, застывали перед картиной на долгое время и рыдали, оплакивая недавнюю катастрофу поп-пиян, оплакивая гибель своих предков, оплакивая нас самих, далеко не всегда способных на красивые поступки, на высокое, благородное самопожертвование. Брилов работал над картиной взахлеб. То есть это был такой счастливый, безумный угар творчества, когда забывалось вообще все телесное. Забывалась реальная потребность человеческого тела поесть и поспать. Забывалось все. Он летел, он обрел могучие крылья, он парил, он властвовал в своей картине. Как вдохновенно он скажет одному из своих товарищей в письме. Тоже очень колебался, страдал, вроде бы картина уже вся написана. Вот они все уже перед нами, родители с детьми, жених с невестой, дети со стариком-отцом. Все друг для друга живут, все прекрасны своей человеческой красотой. А чего-то не хватает. И вдруг он понял, его осенило. Помимо этих людей, помимо страшного зарева, вулкана, помимо кошмарных молний, которые, кажется, взрезают пространство картины, вот что. Нужна эта вспышка в центре, как будто разбрасывающая людей, выталкивающая их на нас. И как он написал в письме? Я придумал, наконец-то я понял. И я взял пучок молний и швырнул их в центр картины. И она осветилась, и люди побежали. Вот таким он оказался громовержцем. Причем совершенно без иронии можно об этом говорить. Вот в том романтическом вдохновении, которым он был озарен, он верил, что он повелитель стихий. Он верил, что ему подвластно абсолютно все. И как дополнение к этой картине, к великому его труду, который действительно стала обсуждать вся Европа, реакция людей. Он же по утрам, когда картину уже смотрели, он не мог открыть дверь своей мастерской, выйти на улицу не мог, потому что она снаружи, с улицы, была засыпана цветами. А по ночам не мог заснуть, потому что итальянцы под его окнами проводили карнавалы, пели и плясали, и взрывали фейерверки. И это было здорово, это было празднично, но он совершенно не мог отдохнуть. И вдруг, в разгар этого всего, стоя перед картиной, он говорит своим ученикам, «Второй Помпеи мне не написать». И что это было? Это сказал совсем молодой человек. Ему еще нет тридцати пяти. И вдруг он с величайшей утомленностью, кажется, не физической, а какой-то душевной. И он признает, что второй такой вершины в его судьбе, судьбе романтика, не будет. И получилось так, что после этого он всю оставшуюся жизнь спорил с самим собой, спорил со своим мрачным предсказанием. И не победил. Предсказание оказалось верным. А он ведь считал себя историческим живописцем. Лучшие выпускники Академии художества, они все исторические живописцы. Это самый главный жанр. И вот ужас в том, что он вынужден был доказывать и себе, и публике, что он еще на что-то способен. Кроме эффектнейших, наряднейших, чудных портретов, которые наперебой от него требовали. И уже никто и никогда не просил и не ждал от него второй великой картины «Пишите нам портреты! Вы великий художник!» А ему это было мало, а ему это было невероятно горько признавать, что он превращается в ремесленника. И поэтому в своих портретах он, словно доказывая не публике, самому себе свое безусловное мастерство, он швыряет вместе невероятно сложные эффекты. Он пишет рядом в нарядных дамских портретах струящиеся шелка, бархат, парчо, павлинии перья веера, мягкий ковер, позолоту, канделябра, что-то еще, еще, еще. И это кажется чрезмерным. И у любого другого художника это показалось бы фальшивым, слащавым, манерным, безвкусным. А у него нет. А у него получалось все всегда изысканно и гениально, потому что он был брелок. И всадница, знаменитая всадница, перед которой тоже так дежурно мы застываем в восторге от юной красоты девочек, от огнедышащего коня, который, кажется, горячо всхрапывает навстречу нам, кося на нас своим огненным взором, мы застываем просто от живой красоты. А надо бы знать еще, что эти девочки, а точнее девочка и девушка, сестры, итальянки, Джованнина и Амацелия Пачини. Они осиротели, и римское светское общество наперебой обсуждало судьбу несчастных девушек. И вдруг их удочеряет светская дама, знаменитая своей красотой и своими экстравагантными выходками, русская графиня Юлия Самойлова. Она удочерила девочек, и их счастливая сказка продолжилась. И вот именно в этом состоянии сказки, несомненности в блистательном и счастливом будущем, вот именно такими их и написал Брюлов. У Брюлова была особенность, которой часто придираются критики. Он всегда писал только молодых, красивых, счастливых и богатых. У него трагических портретов, ну, скажем так, драматические были, а трагических нет. И вот к этому придирались. И считали уже, ну, буквально вскоре после его смерти в 52-м году, стали говорить, что он поверхностен, наряден, фальшив, что он скорее салонный художник, то есть на потребу невзыскательной и богатой публики. Это абсолютно несправедливо. И это не так. Он писал счастливых, здоровых, богатых людей, потому что сам, хотя и был красив, и был богат, счастлив не был. И здоров он не был. Вскоре после триумфа последнего дня Помпея врачи выносят ему жуткий совершенно приговор. Они ему, 35-летнему, говорят, вы умрете в любой момент, хоть завтра. Мы не знаем, когда. Сколько вам отпущено, мы не знаем. Но у вас такое сердце, которое может остановиться в любой момент. И вот с этим сердцем, с ощущением того, что он действительно убеден и мрачный на краю, Брилов начинает бороться. Бороться за свою романтическую правду, за свою вторую великую работу. В конце концов, за свой сказочный мир. Поэтому на его картинах все счастливы. Вот в этом сказочном замке Бриловской фантазии никто не болеет, не боится и не умирает. А еще он очень любит семейные сцены. Нарядных молодых мам с изящными куклоподобными детишками. А сам никогда семьи не имел. Хотя очень хотел. Хотя вот это детское воспоминание о домашних булочках, оно же сидело где-то в душе. Но ведь он был очень богат, знаменит, красив. И влюблялись в него очень много. И наперебой девушки, дамы желали бы соединить с ним судьбу. А он не верил. Не верил, что кому-то нужен он как человек. Он был человек, просто человек. Боящийся отца, глухой на левое ухо, неуверенный в том, что он напишет вторую великую картину. И поэтому, не веря в хорошее, он оставался один. И ведь он оказался прав. Прав в том, что второй Помпеи не было и не будет. И, наверное, не должно было быть. Потому что такая вершина, она одна. Он пытался, он сделал попытку. По возвращению в Россию он начал второе огромное полотно осады Пскова войсками польского короля Стефана Батурия. И бросил на полпути. Хотя уже получил от царя деньги. Хотя никто не требовал с него высокого художественного качества. Но Брилова смотрели, как на небожителя. От него уже давно ничего не требовали. Ему все прощали. А он сам видел. Не то. Уже нет этого объединяющего душу, заставляющего биться сердце, чувства человеческого единения, человеческой красоты. Просто патриотическая картина. Просто толпа людей, воюющих, борющихся за свою свободу. Но не более того. И он отвернул огромное полотно к стене. Никогда больше к нему не прикасался. И стал его называть не осада Пскова, а досада от Пскова. Очередное поражение, как и неисполненная мечта о том, чтобы расписать небо. Дело в том, что в Петербурге только-только возвели грандиозный Исаакиевский собор. И ему, как лучшему художнику той поры, доверили расписать купол. Область небес. И рассказывает его ученике, что он стоял там на лесах под куполом, с больным сердцем, еле-еле взобравшись туда, раскинул руки на огромной высоте и кричал там под куполом. Мне тесно. Я хотел бы расписать все небо. Но еще в эскизах он понял, что это не то. Это не те живые небеса, где звезды, рай, ангелы. Все академически правильно, но сухо и скучно. И тогда он отказался от этой работы, сославшись на свою болезнь и уехал из России в Италию. Уже навсегда. А там, в Италии, он напоследок еще напишет свой автопортрет. Уже совсем больного. И видно, как он не щадит себя красавца с осунувшимся, пожелтевшим лицом, впавшими глазами, худой рукой, со вздувшимися венами, который, кажется, бессильно висит на подлокотнике кресла больного. Но только почему-то он здесь похож не на угасающего больного, а на короля, который завершает свое царствование. И рука его на подлокотнике – это рука монарха. И сам он король живописи. И смотрит на нас сверху вниз не взглядом снисходительного превосходства, а мудрым и уставшим взглядом того, кто достойно и величаво прошел свой путь. Кто, как романтик, стоя на самом краю, не боялся говорить о главном и непреданном. И не предал он свои идеалы. Никогда. И всегда умел сказать себе «Не смогу, но дойду до конца». Вот таким был художник Карл Брилов. Таким был его романтический путь. И пусть никому не покажется, что он был счастливчик и баловень судьбы. Богат – да. Знаменит – да. Но ведь романтики не бывают по-настоящему счастливы. Потому что только бессонной ночью пишутся лучшие стихи. Вот, наверное, у него так же. Именно трудами и болью он создавал свои великие, яркие, незабываемые работы. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам большое. И до новой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова